Приветствую всех на моем канале, меня зовут Игорь и в сегодняшнем видео мы будем делать магнитный сепаратор. Это то устройство, которое позволяет из охлаждающей жидкости для шлифовального станка убирать металлические включения. То есть когда мы шлифуем, получается металлическая пыль, она попадает в охлаждающую жидкость, смазывающую охлаждающую, СОЖ как ее называют, и потом она начинает ходить по кругу. Для того, чтобы этого не было и для того, чтобы ее удалить из этой жидкости, существуют магнитные сепараторы. Покупные они в принципе очень дорогие и большого размера, такой мне не нужен для моего маленького шлифовального станка. Поэтому в этом видео мы будем делать вторую версию этого устройства. Как выглядела первая версия, вы можете, вот здесь под пальцем будет ссылка. А еще хотел бы порекомендовать вам инструмент фирмы Днипроэм. Это отличный инструмент, у которого хорошее соотношение цена-качество. У меня ихний шуруповерт уже больше двух лет, я ним постоянно сверлю и нарезаю резьбы вплоть до М8 нержавейки. Перейдя по ссылке, вас ждут приятные скидки. Ссылка будет в описании. Ссылка будет в описании. ПОСМЕНТЫ Продолжение следует... ПОСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, в качестве самого магнитного сепаратора будет выступать вот такая вот нержавеющая труба Она у меня диаметром 90 мм В прошлой версии была на диаметре трубы 50 мм В этот раз я не буду клеить магниты в середину палочки, такие как у меня были в прошлый раз Я купил вот такие вот ферритовые магниты Вот, они диаметром 84 мм Как раз такого диаметра и внутри труба Но придется немножко расточить, так как оно не влазит Зараза, кругом пытается прилипнуть эти магниты Они будут стоять на расстоянии один от второго Для того, чтобы был сильный магнитный поток между ними Вот, чтобы не замыкался И из-за этого выбрана труба, которая не магнитится к магнитам Вот, для того, чтобы не замыкать магнитный поток Вот, а в качестве привода, как вы уже видите Это будет мотор от дворников, стеклоочистителя Да, от какого-то старого газончика Вот, ну, в принципе, это не сильно важно От чего оно будет От какой машины Так как здесь классический червячный редуктор Вот, то есть обороты двигателя сильно понижаются Это нам только на руку ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, теперь у нас есть труба Магниты Дистанционные шайбы И две крайние шайбы Идем на пресс, прессуем это все вместе Клей застыл И теперь нужно Проточить как чисто Наш вал Чтоб он не было на нем Никаких вмятин Ни круглости Как видите, здесь есть Проплешины, да Вот, так как труба не может быть идеально круглая Поэтому протачиваем Снимаем минимально Так как на стену сидит не сильно крепко Получился вот такой вот магнитный барабан Который будет собирать стружку Как он работает, сейчас покажу Здесь резал болгар И тут Как вы видите, редуктор здесь мощный Зубы большие И червяк вроде как шлифован Сейчас смазываю, закрываю это все дело Вот, и начнем сборку И так, спустя некоторое время Получилась вот такая вот конструкция Оно покрашено черным Может немного не видно Здесь есть дно Оно полукруглое, скажем так Вот, вот видно по шву Как оно вварено Здесь Какие ошибки я совершил И как я их исправлял Во-первых, мотор-редуктор Да, у нас есть Вот, в этой модели Которая у меня Хорошо, что я перед тем, как это все делать, проверил Вне зависимости от полярности питания Поданного на двигатель Он крутится только в одну сторону То есть Только в одну сторону Поэтому Мне пришлось немножко изменить конструкцию Потому что я хотел С этой стороны поставить Сам магнитный сепаратор А двигатель с этой Получилось наоборот Во-вторых Вот эта наклонная стенка Которая здесь есть Вот Она имеет Зазор между Барабаном и ей Около 4 миллиметров Вот зазор я сделал Когда я Схватил это все дело На прихватке Это из черного железа Я варил, да И начал сыпать стружку От Болгарки Да, ту, которую я вам показывал Как магнит на себя собирает Началось происходить Такая Штука Как стружка Начала Набираться То есть Она не должна Когда я крутил магнит Она не шла по магниту наверх Не поднималась А она прилипала Между магнитом Между этой стенкой Поэтому Я начал искать Нержавейку Нержавеющую трубу Ну, чтобы было мне проще Чтобы коробочку Это не варить Вот Но Не нашел Поэтому Боковины у меня Из обычной стали Одно У меня Из нержавейки Вот Оно не магнитится Вот Поэтому Теперь Это все дело Стало работать Нормально Вот Это такие Два нюанса Двигатель И Немагнитное Должно быть Скажем так Дно Если бы коробка Была вообще Немагнитная Это вообще было Было супер Потому что В первой версии Которую я делал У меня полностью Все было сварено С нержавейки То есть Коробочка Была сварена С нержавейки В этом Варианте Тут боковины Из черного железа А низ Будет из нержавейки Это подачи Слива Ну то есть Это с правой стороны Стала Слив будет Трубочка Сюда шланг Будет одеваться А это с левой стороны Стала Здесь шланг побольше Поэтому я сделал Такую вот Типа заглушку Чтоб она не лилась Прямо На сам магнит И выливалась Через верх А вниз Стекала Вот И Внизу Как видите Есть прорезь То есть Просто жидкость Течет Над ней магнит И все Что магнитное Оно прилипает К магниту Вот Вот так оно сделано Все это дело Собирается Просто На резьбе Работает На затяжку В принципе Так что Ничем фиксировать Не буду И потом Сюда Раз И все В качестве Счищающей Пластины Это у меня Будет пластина Она Латунная Но Хромированная Вот это От фотоглянцевателя Такая же Как была В предыдущей модели Моей Это тоже Была В принципе Очень неплохой Вариант Но Меня Немножко Напряжало Там я сделал Вот этот уклон Здесь Фактически Ровно Выходит А там я Сильно наклонил Поэтому Жидкость Которая Была В стружке Она Начинала Капать В ту Канистру Которую Я подставлял Для сбора Самых Отходов Так Стружка Уже В принципе На барабане Есть Подключаю Аккумулятор Проверим Она уже Здесь Когда ее наберется Достаточное количество Она Начнет ползти Ползти А здесь Будет стоять Подставкой Емкость И в нее Будет Это все Дело Ссыпаться Помпу Я вам Показывал Какая она Будет От пивного Охладителя У нас В Украине Она стоит 20 баксов Вот Качает Лучше Чем Станочная Помпа Тише Она Однофазная Живет Мало Энергии Вот И 30 ватт Всего лишь Во вторых У нее Нечему Портиться И гнить Так как У нее Корпус Пластмассовый А Вал Нержавеющий Вот Работает Отлично Вот У меня Уже Не на Одном Станке Она Стоит У меня Как вы Помните На Ленточной Пиле Стоит Такая Помпа И На конце У нее Есть Вот Такой Вентилятор Потому Что Она Называется Помпа Мешалка Вот Я Его Открутил Для Того Чтобы Помпа Не Подымала С дна Весь Мусор Не Перемалывала Все Равно Абразив Который Не Прилипнет К Барабану Ну То Есть Круг Изнашивается И Так Всякий Мусор А графит Который Не Магнитится Он Все Равно Попадет Сош И Будет Там Скапливаться На Дне Как Вы Видите Бак Я Сделал Такой Хитрой Формы Здесь Вырез Для Чего Это Так Я Сделал Сейчас Покажу Вот Варил Уголки Ставлю Прозрачную Трубку Это Для Того Чтобы Можно Было Видеть Уровень Жидкости Когда Она Закончится Мы В принципе И так Узнаем Потому Что Перестанет И найти Из Шланга Насос Перестанет Качать А вот Когда Начнем Наливать Тогда Мы Столкнемся С проблемой А сколько Налить Чтобы Оно Не Пошло Через Верх Поэтому У нас Здесь Будет Такой Вот Уровнемер Который Будет Показывать Уровень Жидкости В Баке Итак Берем Бак Как Видите Я его Изнутри Не Красил Так Как Краска От Сожи Все Равно Слезет Все Будет Лохмоть Ими Поэтому Бак Я внутри Не Крашу Это Совсем Просто Непрактично И Станцию Станцию Сож Почти Не Видно За Станком Она Не Занимает Места В Мастерской С Этой Стороны Магнит Непрактики Сепаратор Вот Так Оно Все Здесь Выглядит с другой стороны у нас помпа СОЖ подключено два шланга так как один шланг для того чтобы мыть детали используется обычный пневмопистолет сейчас я запущу это все дело как видите здесь еще куча есть стружки металлической которая не ушла сейчас я ее смою а вам покажу как это все дело будет работать здесь я вам покажу что я покажу Итак, что еще хотел показать Вот есть два рисунка Это первая версия, которая у меня была То есть жидкость попадала сюда Здесь был За вращающимся барабаном Был бортик, который Набирал определенный уровень То есть барабан был постоянно смочен Вот, но Что мне не нравилось, что Здесь Постоянно была куча Всего накапливалось То есть мусор постоянно накапливался Вот здесь Вторую версию я сделал вот такой То есть жидкость течет, протекая Металлические включения попадают на барабан Но это показало низкую Эффективность этого сепаратора Поэтому я еще раз его разбирал Здесь также доварил вот так пластинку Вот, чтобы у меня уровень набирался Вот И после этого он начал отличнейше работать В принципе Так что вот такая вот версия Это самая последняя ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА